В Краснодарске сожгли 80 килограммов подозрительного крабового мяса. Деликатес изъяли в аэропорту одного из пассажиров. Морепродукты прибыли в столицу края из Владивостока без сопроводительных документов. На коробках отсутствовала маркировка. Владелец пояснил, что купил деликатес на рынке. В сельхознадзоре решили, что мясо могло выпускать нелегальное предприятие, поэтому партию уничтожили. Краснодарский театр Кугл, скорее всего, в недалеком будущем получит новое здание. Красивый трехэтажный дом в стиле модерна расположен на углу проспекта Мира и улицы Перенсона. Сейчас там размещается камерная сцена Пушкинского театра. Пока в Министерстве культуры занимаются оформлением документов и готовят здание к реставрации. Завершить работу планируют через год. Напомню, сейчас кукольный театр ютится на первом этаже жилого дома на улице Ленина. В мэрии Краснодарска рассказали, какие дороги отремонтируют в следующем году из крупных улиц. План реконструкции включили Марковского и Судостроительную. Также планируется завершить ремонт на Истынской и строительство пешеходного перехода через Николаевский мост. На все работы заложено около миллиарда рублей. В Норильске подсветили мозаичное панно, которое украшают дома на улице Комсомольской. Теперь монументальное изображение основателей заполярного города, металлургов и строителей стало видно издалека. Чтобы декоративные элементы можно было разглядеть даже полярной ночью, по периметру картин смонтировали светодиодные лампы. Серия панно с ночной подсветкой стала новым пунктом в маршруте достопримечательностей Норильска. Субтитры создавал DimaTorzok